Сыктывкарские депутаты от партии «Единая Россия» публично отчитались о своей работе. Представители городского совета рассказали избирателям о том, что сделали в прошлом году и поделились планами на ближайшую перспективу. Оказалось, проблемы у многих схожи. Репортаж Елены Кононовой. В этом году сыктывкарские депутаты намерены приложить все силы, чтобы сохранить качество жизни горожан. По словам председателя городского совета Владимира Жарикова, глобальные проекты пока придется отложить до лучших времен. Но это не коснется наказов избирателей. Депутаты, как и прежде, будут их выполнять. И уж точно в таком непростом избирательном округе, как у Владимира Жарикова. Непростой округ, он самый ближайший к ЛПК. И чуть ли какие-то там происходят непредвиденные ситуации на комбинате, они, конечно, ощущаются непосредственно в моем округе в первую очередь. Это строители, это пятая микроэнергия, это, конечно же, ветхое жилье в строителе, и аварийное, которое надо сносить постепенно. В неофициальном рейтинге проблемных округов вслед за ежевенским строителем идет лесозавод. Там в центре внимания, помимо прочего, вопрос об устройстве быта многодетных семей. Они, получившие земельные участки в Сосновой поляне и местечке Шордор, пока лишь мечтают о новоселье. В новых районах нет ни дорог, ни света. Сегодня многодетные не могут завести ни стройматериалы, не могут начать строительство. Почему? Потому что нет дорог. Но, я хочу сказать, есть и положительные моменты в этом взаимодействии с администрацией города. На сегодняшний день три уже дома электрифицированы, то есть первая лампочка зажглась. Сегодня, 26 декабря, проведен аукцион на проектирование дорог, грунтовых дорог. Это тоже хороший показатель. Тем временем, депутат Единоросса осваивает новые методы работы. Вместе с журналистами народные избранники провели акцию «Транспортный контроль». В весенний период было очень много претензий и жалоб от населения на проблемы с транспортным обслуживанием. И вот вы знаете, я сама на нескольких маршрутах таких была. И ощущение было такое, что когда уже последний раз мы вышли на маршруты, то сдвиги определенные уже были. И все же главным итогом депутаты от партии «Единая Россия» считают работу над городским бюджетом. При его рассмотрении народные избранники отстаивали все социально значимые строки. По их мнению, несмотря на трудности, рядовые горошане страдать не должны. Елена Кононова, Виктория Палкина, Алексей Пашуков, Великанал Юрган, Цыктывкар.